Поэт-романток, публицист и громадский дейдш, аутер великой эпопеи «Панта Дэвыш» и драматичной поэмы «Дзяды». Творчость Адама Мицкевич оказала значный вплыв на польскую и белорусскую культуры, громадскую свядомость, литературу и мастерство. Уже 20 годов его творчая спаджина выховывала поколение в разных краинах. Адам Мицкевич, а ведь он во всем, он в нашей культуре, он в нашем сознании, в мировоззрении. Мы пока отражали вот эту красоту природы, которая, в общем-то, и находила отражение в его произведениях. Некоторая праздничная такая тихая атмосфера, она передается в этих работах. И все это мы посвящаем его творчеству, его имени, его гению. На выставе 30 работ. Кожная – своя особливый штрих до портрета особой классика. А кроме от традиционных – живопису и графики. Есть и незвычайные. Моя работа – это литеринг портрета Адама Мицкевича. Литеринг – это рисование слова. То есть я выбрала стихотворение и строчками из этого стихотворения выполнила портрет. Большинство стихотворений Адама Мицкевича печальные, грустные. Именно это больше всего впечатлило меня в его творчестве. Уся экспозиция – быт самособный маленький су-свет. Сдоль на некоторый час перенести глядыша у далекие литературные будни письменника и годы дятинства. Гений Мицкевича принадлежит всему миру. Он объединяет страны и народы. Творчество Мицкевича и его поэзия – это само воплощение творческой свободы, счастья и радости творить. И поэтому оно всегда находит и будет находить отклик в душах потомков. Наведать веставу в Андроник свободу у Брестского музея вырытованные мостатские каштонности можно до девятого снежня. Уладислав Шарейк, Владимир Казаков, телерадиокомпания Брест.